Здравствуйте, меня зовут Алексей Красиков. Я хочу рассказать видео о группах, которые будут идти в интернете 5 месяцев. Это непосредственно для тебя снято, потому что ты спрашиваешь о том, что за группы, как работают, с чем прийти, с чем не прийти, что для этого надо. Это короткое видео исключительно технического характера для тебя, чтобы я не писал тебе очень много. Значит, первое, ты можешь работать из любой точки мира. У тебя должен быть ноутбук или большой стационарный компьютер, не телефон. Ты загрузишь программу, похожую на скайп. Это не скайп, но похожая. И в назначенное время позвонишь в этой программе и увидишь 8 окошек таких же, как ты, людей. Это групповая видеоконференция. Вот это так правильно называется, да? Это не вебинар, это видеоконференция. Каждый назначенный день, допустим, каждый понедельник в 20.00 или там каждый четверг в 17.00 мы будем созваниваться и 2 часа вместе разговаривать. Что-то я буду рассказывать в виде лекций, и вы будете задавать вопросы. Что-то где-то я буду работать с каждым конкретно достаточно долго. И вот так 5-6 месяцев. С чем приходим в группу и с чем я в группе работаю? Во-первых, хочу сказать, что уже сегодня пятнадцатый. Ну, примерно, смотрите, 5 месяцев идет группа, соответственно, у меня 7 групп в блоке, 14 групп в год. Это уже четвертый год. Соответственно, 14 мы умножаем на 4. 4 у нас получается 40, 52, да? Нет. 48. Нет, 52. 52 группы, если не ошибаюсь, у меня плохо с математикой. 52 группы по 10 примерно человек. Это 520 человек, которые прошли групповые занятия. Соответственно, с каждым разом мы можем понимать, что оттачивается материал, концепция и подача. То есть, если вспомнить группы, допустим, там, 3 года назад, и вспомнить группы сейчас, это немножко разные вещи. Поэтому с приходом в каждый новый, грубо говоря, сезон, да, вы получаете все более точную, взвешенную, сжатую программу. Ну, сразу скажу, что это не самая легкая процедура в вашей жизни, потому что я не тот психотерапевт, который будет гладить вас по голове и облизывать вас со словами «ты меня должен полюбить, мы все тебе поможем». Это не очень похоже на группу поддержки анонимных алкоголиков. Это я человек, достаточно прямолинейный. Моя позиция – это тренерская позиция, позиция наставника и позиция учителя, в которой я занимаю очень строгое отношение к клиенту, но при этом я умею варьировать мягкость и жесткость достаточно, как мне кажется, грамотно. Я стараюсь подойти к каждому члену группы в отдельности. Я чувствую, кому нужно дать пинка, кого нужно поддержать, и достаточно могу быть прямолинейным. Это первое, что вам надо знать. Ребята, которые закончили группу, очень благодарны за эту прямолинейность и за это наставничество, потому что по-другому у них просто не получается. Большинство психотерапевтов используют тезис поддерживания, поглаживания. Это хорошо, но не для всех. Есть действительно очень травмированные, разрушенные люди, для которых единственный способ психотерапии – это поддерживающая психотерапия. И такое бывает, правда. Моя техника и когнитинопоеденческая терапия в моем, так скажем, лице – это прежде всего Альберт Элес. Альберт Элес – очень харизматичный, очень прямолинейный, жесткий товарищ. Он даже курил на занятиях, но я не курю на занятиях в том числе. Но я курю, но на занятиях не курю, но курю – мало. Поэтому нужно понимать, что это не просто лекция со словами «У вас всё получится». То есть это не тренинг «Давайте, мы сможем, вперёд!» Это философские занятия. Мы разговариваем с каждым, и помимо работы с симптомом, мы первый блок занимаемся симптомом, паническими атаками, страхом передвижения, страхом вегетативных реакций, навязчивой мысли кого-то убить, причинить кому-то вред, там, описаться, окакаться, депрессии, страх сойти с ума. Всё это вот этим я занимаюсь. Но после этого, после первых двух блоков, мы занимаемся как раз разработкой того мировоззрения, которое привело вас к интерпретации неверной. Посмотрите ролик предыдущий, там я об этом говорю, техника телевизора, посмотрите, пожалуйста. Это предыдущий ролик буквально вот перед этим, который. Проще говоря, это можно назвать мировоззрение, это можно назвать интерпретация, это можно назвать взгляд на мир, это можно назвать убеждениями, неважно, как мы это назовём. Способ решать внутренние противоречия, если фридизм взять. Находиться здесь и сейчас в гештальт-концепции здесь не так, а из гештальта можно здесь сказать о том, что в соответствии ожиданиям и потребностям людей, вот это всё, оно является общим тезисом под названием мировоззрение. И вот мы с вами в группах будем философски разрабатывать и думать и менять своё отношение к себе, к людям, к миру, к обстоятельствам, уметь управлять своими эмоциями. Система вашего покорного услуги называется система управления эмоциями и результатом. Потому что люди, которые приходят ко мне с паническими атаками, с агорафобией, учатся не просто избавляться, в кавычках, от панических атак, от вегетативных симптомов и от страхов и от тревог. Они учатся принимать решения, они учатся быть самостоятельными, они учатся делать какие-то действия, они учатся планировать свой день, свою неделю, свою жизнь. Они учатся брать себя в руки, они берут ответственность на себя, они принимают решения. И в итоге они за эти пять месяцев получают не просто терапию симптомов ПА и ВСД, это на первом этапе, они получают общее, комплексное, новое понимание себя, мира и результата. Соответственно, они уже управляют своим финансовым, эмоциональным состоянием, они принимают решения в жизни. Не за них, а они. Они несут ответственность, как за эмоциональное, так и за все оставшиеся ситуации. Поэтому я вас всех призываю, кто хочет прийти в эти группы, и если вы хотите избавиться в кавычках от панических атак, вегетососудистой дисфункции, но и еще хотите стать более эффективным, более спокойным, более взвешенным, самое главное, настоящим человеком, жить не так, как вам навязали, не так, как вам сказали, а быть таким, какой вы есть. Быть таким, какой вы есть, и не противоречить самому себе, не вступать в вечные внутренние конфликты, уметь их решать, уметь принимать решения, принимать себя и людей, быть настоящим. И вот путь к этой свободе и является психотерапия. И я постараюсь и сделаю все возможное для того, чтобы вы это получили. Теперь о результате. Некоторые спрашивают, на сколько процентов? 50 на 50. Объясняю. Я со своей стороны несу ответственность, как и любой психотерапевт мира, за процесс и за подачу материала и за его наличие. И я несу ответственность за то, что я должен постараться максимально доступно объяснить это клиентам. найти к ним подход к каждому человеку в отдельности. Это мои 50%, которые я могу дать. Ваши 50% это то, как вы это поймете и как, самое главное, вы этим воспользуетесь. Группа из 10 человек будет делиться на следующих людей. Первые люди поймут это достаточно быстро и будут достаточно быстро изменяться. Вторая категория людей будут думать и поймут это чуть попозже. Есть третья категория людей, которые, скорее всего, не смогут это принять и никогда это не поймут. Последняя категория это процентов 10, вторая категория это процентов 50 и первая категория это процентов 40. То есть, 4 человека из 10 поймут быстро все и сразу, 5 человек будут тянуть подольше, 1 человек не поймет вообще никогда. Это нормально. Это нормально. Соответственно, вот примерно так. Но все будет зависеть от того, как вы применяете те знания и ту философию, и ту концепцию, которую я вам буду передавать. Это не секта, это мировая психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия, а именно рационально-эмоционально-эмоционально-поведенческая терапия Альберта Элиса. Она хоть и называется когнитивно-поведенческой, но на самом деле Элис и люди, которые приближены к Элису, называют ее больше экзистенциальной. Она такая когнитивно-поведенческая экзистенциально-философская. И это очень правильно. Вот Джон, мой преподаватель из института Альберта Элиса, на чьи семинары я каждый год летаю он последняя его лекция, три дня которую я был, это рациональная мотивная терапия Эльберта Элиса и экзистенциальная основа, то есть тема выбора, ответственности некоторых экзистенциальных философских данностей это очень близко к Элису и это правда поэтому мне больше нравится Элис, чем Бек хоть и многие не видят разницу между Альбертом Элисом и Арном Беком но это не очень профессионально если вдаваться в детали, то разница очень большая концепция Арна Бека и концепция Альберта Элиса это основа промышления, да но все остальное разное поэтому когда Бековцы и Элисовцы, они встречаются, они говорят, давай одно и то же говорите они смеются, потому что это не одно и то же это вообще разные философские основы есть некоторые вещи, которые соприкасаются потому что все-таки она когнитивно-поведенческая но философия и техники они разные скажу так, Элис более Арон Бек более эмпиричен, более математичен более сложен для большинства населения Альберт Элис более прост более философский гибок более юморной более открытый и раскрепощенный в концепции чем Арон Бек Арон Бек все-таки более структурировано более более эмпирическое более доказывающее хорошая терапия, но и надо учиться и мне не нравится я не буду все рассказывать всю разницу мне еще не нравится Арон и Беки в том, что они очень сильно закручивают нормативность вот у меня была клиентка из Англии она ходила к Бековцу на терапию и у них было примерно так на пятом занятии ты это на седьмом занятии ты это на двенадцатом это и это все время их как бы подтрунивает клиентов потому что она говорит ну как мы уже на седьмом занятии ты все еще этого не делаешь ну почему и там очень так регламентированно сжато допустим 15 встреч за них мы с одной стороны это неплохо но не всем это подходит поэтому я люблю Элиса Элис более гибок более философский более более пластичен я могу подстроиться под каждого клиента и если какому-то клиенту нужна более нормативная эмпирическая основа когнитивной терапии я буду работать исключительно с этим а есть люди которым нужна философия выбора и философия ответственности и я буду продавливать им на эту позицию соответственно Альберт Элис это моя вторая сущность можно так сказать да окей по группам 5 блоков работа с симптомом основа понимания внутренних противоречий и 2 и 3 блока когнитивной терапии и философии я жду тебя в группе регистрация ниже ты бронируешь группу и так далее тебе нужны наушники желательно тебе нужна видеокамера тебе нужен телевизор компьютер или ноутбук и хороший интернет это все и 5000 рублей в месяц на твоей банковской карте и карте для того что ты оплачивал это все вопросы по группам ты можешь задавать вконтакте под этой под комментариями мы можем будем разбивать разрабатывать любые темы от панических атак до сексуальных в группе мы будем все очень дружелюбны никаких конфликтов в группе не бывает мы будем все обсуждать любые темы начиная от интимных заканчивая семейными вы подружитесь так что жду тебя в группе приходи буду рад с тобой работать полгода увидимся готово